Меня зовут Марлен. Можно просто в Марлен обращаться. Сегодня я постараюсь вам рассказать по сложной теме. Это тема свобода, идея именно свобода в теории права. Можно? Да. Вот. К сожалению, на русском не нашел. Данной концепции посвящено много споров. И вопрос этот очень важный, так как вообще вопрос, что есть право, вызывает многочисленные споры между мыслителями, относящими себя к теоретикам права, к правоведам. И этот вопрос вызывает немногие-многие споры. Потому как если мы определим, что есть свобода, и отношение ее к праву, к пониманию, у нас будет именно другой определенный строй. многие из мыслителей даже говорили о том, что различные именно понимания права приводили к созданию различных систем. Но при этом идеям свободы были посвящены труды, и связывали они с правом многих и многих мыслителей. К примеру, если мне помогут, такой немецкий философ, как Эммануил Кант, утверждал, что свобода, независимость от принуждающего произвола другого, это единственное первоначальное право. То есть он именно связывал это с правом. Гегель также говорил, он был более категоричен в своей работе философии. Правом вообще утверждал, что это есть вообще свобода, как идея. Но есть и другой взгляд на данную тему. К примеру, давайте поставим, я расскажу потом, можно? Такой автор, да, как Джон Остин, известный британский юрист, в свое время утверждал, он был представителем, основателем юридического позитивизма и написал лекции о респруденции. При жизни этот автор не был известен, он не пользовался популярностью, даже потерял место профессора права из-за того, что не набрал достаточное количество студентов, слушателей на свои курсы. Для него право это был приказ, это был произвол. Но тут надо иметь в виду, что в англо-американской традиции они изначально признавали автономию личности. И с точки зрения его взгляда, позитив лоу, то есть созданное правило, закон, имеющий высшую силу правила, скорее всего и должны быть объектами изучения для юриспруденции, для легистики, лекс-закон. Но попав на континентальную почву, оно приняло другую совсем форму. И здесь уже стали право и закон полностью совмещать. И, соответственно, свободу начали отбрасывать. Поэтому возникали вопросы морального характера, и при изучении данной тематики постоянно возникали вопросы о свободе. То есть это не было мейнстримом. В англо-американской же традиции вообще этот вопрос не поднимался. Изначально понималось, что это свободные личности, что свобода изначально присуща человеку. И они изучали просто объект юриспруденции, легистики. То есть лоу в англо-американской традиции переводимое иногда у нас как право. Не совсем не есть право. У них есть right, есть лоу, стейтут. А стейтут становится лоу только тогда, когда суд именно его будет применять в своих решениях. Об этом говорил один из известных американских юристов Холмс, младший член Верховного суда. Такие термины, как свобода или смерть. Это вы видите на знаменах различного рода инсургентов, повстанцев, тех людей, которые борются якобы за свободу. Люди постоянно употребляют этот термин, говорят о свободе, призывают о свободе, призывают о справедливости. Но конкретики в данном термине нет. И, как правило, каждый это выражает в том, чтобы возможность самого себя реализовать, чтобы снять рамки в своих действиях, в своем понимании того, как есть правильно и есть неправильное. Поэтому все-таки следует обратиться к культуре. Есть примерно, если типологически подойти, два взгляда на данную проблему. Известный российский культуролог, философ, он еще и художник, и литератор, Андрей Анатольевич Пилипенко, разработал смыслогенетическую теорию культуры. Для него свобода – это пространство, альтернатив его самореализации в культуре. Далее я процитирую его, если кому не видно. Свобода обретается не где-то рядом с культурой, а исключительно в ней, и нигде более. Не существует никакого человека вообще с его метафизической свободой вообще, а есть человек в культуре. Без реконструкции культурного контекста любой разговор о свободе сводится к комментированию философских абстракций. Однако без самого общего определения свободы все же не обойтись. Не притязая на философскую универсальность, можно предложить рабочие для культурологического подхода определения. Свобода для человеческого индивидуума – это пространство, альтернатив его самореализации в культуре. То есть это рабочие его определения, с которым многие бы согласились. Мыслители, относящиеся к так называемому либитарному течению, вправе. Однако здесь есть понятие скульптуры. Есть другой взгляд. Этот взгляд, мы связываем его формирование с именем Джона Лока, британского философа. Именно он дал определение тому, что в дальнейшем стали называть самопринадлежностью. В своем труде о государственном правлении он сказал, каждый человек обладает некоторой собственностью, заключающейся в его собственной личности, на которую никто, кроме него самого, не имеет никаких прав. Мы можем сказать, что труд его тела и работа его рук по самому строгому счету принадлежит ему. Чтобы такой человек не извлекал из того состояния, в котором природа этот предмет создала и сохранила, он сочетает его со своим трудом и присоединяет к нему нечто, не принадлежащее лично ему, и тем самым делает его своей собственностью. Так как он выводит этот предмет из того состояния вообще владения, в котором его поместила природа, то благодаря своему труду он присоединяет к нему что-то такое, что исключает общее право других людей. То есть тут мы видим определение свободы, которое довольно-таки близко и дало толчок для развития понимания права. Здесь мы видим минимум-миниморум, то есть минимальное того, что можно назвать вообще правом. То есть он говорит о том, что каждый человек свободен, но свободен в каком смысле? То есть никто не имеет права на его владение, то есть он это связывает с собственностью. И в дальнейшем в своем трактате он говорит о важности именно договора, свободного договора, свободного волеизъявления. Поэтому следует утверждать, что свое полное развитие этой концепции получило лишь новое время, и только лишь в одной культуре, это в культуре Запада. Именно в западной культуре нового времени оно получило свое полное воплощение в трудах не только мыслителей, но и в целом в свое воплощение в практике. Конечно, элементы перераспределения и там существовали, но однако здесь мы видим и определенные элементы договора собственности, и отношения того, что часть важнее целого, потому что многие мыслители связывают это с античностью. Однако там гражданин был частью полиса, и самое главное для него был долг. Об этом в своих работах часто говорил Густав Лебон, который спорил с другими лицами, говорящими об античности, о свободах, как о тех лицах, которые в рамках своего времени отличались. И именно в новое время, и связывая именно с именем Джона Лока, можно говорить о том, что именно та концепция свобода, которая получила свое развитие в дальнейшем в англо-американской традиции, и является тем, что вправе понимается под свободой. Тут возникает, конечно же, множество дальнейших проблем, о которых можно с вами дискутировать. Но до Джона Лока, мы знали, есть такая великая хартия вольности, на латинском «магна карта», «магна карта либертату». Именно с этим временем, конечно, это бароны со слабым Джоном выбили из него, но до сих пор четыре статьи из этого документа, это право документ действующий, они действуют. И в дальнейшем, перерассматривая именно эти документы, именно били о правах, многие мыслители и разрабатывали эту концепцию, которую воодушевлялись, к примеру, представители отцов-основателей в Америке. При этом мы подходим к такому мыслительному, как Владимир Александрович Четвернин. Это латинский философ права, оригинальный интерпретатор именно либертальной юридической теории права, ученик-нарсисянца. Владимир Александрович утверждает о том, что существует два типа культуры. Именно типа правовой, либертарной, и потестарной, силовой. Таким образом, он показывает в своих трудах, что в потестарных культурах имеет значение власть, сила, приказ. Поэтому именно там закон и есть право, и это действительно так. И свобода в данных цивилизациях именно и есть. Именно вот это рабочее определение полипенка о том, что это возможность самореализации. Можно именно так называть свободу. А в правовых культурах именно следует под этим понимать самопринадлежность и формальное равенство. Однако данный исследователь показывает, что в своем развитии это был лишь короткий период времени именно запада нового времени. И можно сказать, что с начала 20 века мы видим, что и там понятие свободы исчезает потихоньку и постепенно. Таким образом, я бы хотел, резюмируя, заканчивая, так сказать, свой доклад, сказать вам, что кроме этого следует сказать, что о свободе чаще всего говорят и развивают, и мыслители появляются довольно-таки в тех системах культурных, в которых как таковой и нет. А в тех культурах, где как бы она есть, они об этом мало что и размышляют, потому что она есть как данность. Поэтому Остину и не надо говорить о свободе. Он больше будет размышлять о морали, он больше будет размышлять о силе закона, об объекте юриспруденции, что она есть. Да, социально ли это наука, или это наука о текстах, о проблемах должного и сущего. А в других культурах, либо в тех системах того времени, где они борются за свободу, будут также размышлять о свободе, бороться за нее. Соответственно, спасибо, это все.